События, которые развернулись в регионе и далеко за его пределами, еще раз доказывают, что Азербайджан ведет дальновидную политику. Украинские конфликты и вытекающие из него последствия в разы увеличили значимость Зангизурского коридора. Плюс ко всему, Казахстан отказался помогать России обходить санкции. О сложившейся ситуации поговорим с политологом Ромеей Мамедовой, которая на прямой связи с нашей студией из Истамбула. Здравствуйте, Ромехан. Здравствуйте, Ромехан. Ромехан, несмотря на то, что встреча президента Турции Раджаб Тайаби Ардугана с вице-премьером России Верчуком была закрыта, есть очень много мнений о чем она была. По-вашему, что обсуждалось на этой такой значимой встрече? Это было больше политический приезд, чем экономический. Так что с экономической стороны сегодня Турция и Россия не имеют никаких проблем. Единственное, что сегодня имеет эта Турция, это та страна, которая, скажем так, имеет влияние на обе стороны. И не только на обе стороны, но на несколько стран, которые сегодня идут против России, российской, скажем так, политики. Это Америка, где она союзник с НАТО, это Европа, где Турция сегодня, скажем так, в очень хороших отношениях со многим лидерами и сегодня считается с Турцией. Это тоже надо сказать. И также сегодня Украина и Россия, которые, скажем, прислушиваются президента Ардугана, его же помощи о том, чтобы сегодня Украина, война между Украиной и Россией была очень быстро закончена. И в дальнейшем, чтобы были переговоры на самом высшем уровне для того, чтобы заключили мир и состоялся мир между этими двумя странами. Но сегодня Турция, конечно, пытается все это сделать, но, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что Украина тоже не поддерживает сегодня эти переговорные процессы настолько, чтобы можно было бы чем-то помочь и Украине, и России в окончании этой войны. Но, несмотря на это, сегодня идут другие мнения о том, что Аверчук, конечно, после того, как приехал и договорился с Ардуганом, была встреча, наверное, в очень близкое время будет состояться встреча еще и двух президентов между Путиным и Ардуганом. На механом встреча Аверчука с Ардуганом проходила на фоне Санкт-Петербургского экономического форума. Форум нам запомнился позиции президента Казахстана Такаева относительно ситуации вокруг Украины. Он заявил, что не признает Донецкую и Луганскую республику, отказался от ордена и заявил, что Казахстан во вред себе не будет помогать России обходить западные санкции. Как вы думаете, что происходит между Казахстаном и Россией? Такаев не собирается идти против Путина, так как если недавно то, что было в Казахстане, там была помощь именно Путина. Если бы при, скажем, призыве ОДБК, если бы Путин не разрешал, то такая бы, эту помощь бы совершенно в Казахстане не получил. Поэтому я думаю, что в этом никаких проблем нет и никаких там ни в Евразийском союзе, ни в других союзах между Казахстаном и Россией никаких проблем не будет. Просто несмотря на то, что сегодня российская, скажем так, экономика, она стала намного, и политика стала намного жестче, все страны, понимая это, отдаляются. Это как бы закон, когда одна страна, она становится намного как бы бессильной, все страны начинают тянуться к другим сильным странам. Тем более, если эти страны маленькие, и тем более, если каждая страна хочет интегрировать в Европу, в Азию, и для своего будущего, скажем так, для своего процветания, конечно, Казахстан тоже ведет ту же политику. Здесь никаких, я думаю, проблем нет. В сложившейся ситуации, даже после того, как Казахстан отказался помогать России обходить санкции, и даже помогать России в параллельном импорте, Зангерзурский коридор стал еще более важнее для региона. И вот на этом фоне, как вы думаете, давление на Армению по поводу открытия Зангерзурского коридора, возможно, что Россия все-таки начнет давить на Армению? — Поддерживать Россию сегодня, это означает не интегрировать и идти против, скажем так, тех реалий, которые сегодня начертаны во всем мире. Поэтому поддержка России со стороны Казахстана — это тоже не поддержка, тоже можно понять, и ничего с этим делать невозможно. Так же, как и наша страна, которая не будет идти против, скажем так, Европейского союза, не будет идти против Америки, но и в то же время она не будет идти против России, но, конечно же, поддерживать территориальную целостность Украины и говорить о своей интеграции и о своем, скажем так, развитии своей страны тоже, конечно же, она будет. Поэтому сегодня Зангерзурский коридор — это, скажем так, одна, это тот логистический сегодня коридор, который должен быть открыт для процветания не только Азербайджана, не только для того, чтобы сегодня Азербайджан мог какие-то проекты проводить. Нет, этот Зангерзурский коридор сегодня означает мир во всем Кавказе, во всем Закавказье, потому что там будет не только после, скажем так, после войны, 44-дневной войны, которая сегодня уже идет там в Карабахе полномасштабное строительство, и которая в Карабахе сегодня будет, скажем так, не только логистический центр, но это нужно и другим странам. Россия сегодня определенно поддерживает и должна поддерживать Азербайджан в этом вопросе и надавить на Армению, которая, конечно же, все-таки еще, скажем так, слушает своих западных и некоторых российских, скажем так, своих друзей, которые идут против Армении, скажем, политики Армении, против ее развития. И Зангерзурский коридор сегодня имеет большое значение не только для Азербайджана, оно имеет, значит, большое значение для региона. И те страны, которые в этом регионе будут участвовать во всех проектах, включая Россию, включая Иран, включая Турцию, все должны одним словом надавить на Армению и сказать, что Армения должна в конце концов сесть и подумать о том, что она будет, либо она будет существовать, развиваться и будет нормальным соседом для всех стран, либо же она просто останется изгоем и ничего не получится с Арменией. И мы будем как бы решать, и Азербайджан будет решать эти проблемы другим путем. Спасибо, Рамия Ханам. Пожалуйста, до свидания. Напомню, что на прямой связи с нашей студией из Стамбула была политолог Рамия Мамедова. Впереди нас ждет много интересного. Развитие событий в регионе обещает быть таким же жарким, как и нынешнее лето. До встречи в следующую субботу.